Добро пожаловать на новый выпуск СДРР, с одной русской рыбалки расшифровывается. Чтобы долго не произносить такое длинное название, решено было сократить до аббревиатуры, так проще. Как будто бы что-то значит, но хочу напомнить смысл данной серии роликов. Это всего лишь моя игра, мое видение игры. Никого не учу, никому ничего не советую. Даже если напрямую говорю о чем-то напутствующем, не расценивайте это как советы. Если хотите каких-то корневых знаний, есть стримеры, ютуберы, которые могут популярнее донести информацию в полном объеме, тут я всего лишь играю, точно так же как и вы, только с какими-то своими особенностями. Изначально я вообще не планировал никакого монтажа, все должно было выглядеть максимально колхозно, просто для себя решил маленько подзапариться, чтобы придать какой-то свой шарм всему этому. Если тебе зашло, если без сожалений тратишь 5 минут своего времени на мои творческие потуги, если это так можно обозвать, то поставь лайк и подпишись, мне будет приятно. Далее перейдем к теме, пожалуй. Из-за поисков занятий и целей я забыл о главном, без чего любая цель недостижима в этой игре. Конечно же фарм. Поняв, что последнее время счетчик моего серебра не двигается практически, либо двигается со скоростью улитки, было решено забить на всяческие мысли о трофеях, об их поиске. Пришла пора позаниматься рутинной работой. Единственный эффективный способ, который я знаю, это троллинг, желательно в 3 палки. Провернуть такое можно эффективно на 3 локациях. Куорь, Архипелаг и Волхов. Если у вас стабильно получается на данце сплавом, то пожалуйста, я вам запрещаю что ли? Эти 3 водоема именно в той последовательности я для себя выбрал самыми эффективными с точки зрения фарма. На Куори фармить намного проще, особенно не имея хороших снастей. На оставшихся картах присутствуют уже такие ребята, как арктические лососи, которые могут достаточно сильно потрепать вашу удочку, ваши нервы, время съесть. На Архипелаге еще может сесть Осетр, что не есть хорошо в некоторых случаях. Щуки плюс там распространены сильнее. Кто боится профукать какую-то крафтовую приманку, которую выпросил у стримера, либо выиграл в конкурсе, тем сильнее стоит опасаться щук, ибо просить и выигрывать придется заново. Я же вернулся на Куори по причине долгого отсутствия. Плюс катушки имею не в лучшем состоянии, надо бы починиться, но для этого как раз нужны деньги. Поставил я себе цель в 1000 серебра, челлендж такой что ли, разминочная сумма, дальше возможно сделаю ролик про 3000 серебра, 5000 и так далее. Суть не просто зафармить в тупую косарь, естественно. Хочу показать, что именно принесло мне такие деньги. За сколько хвостов, за сколько времени можно это сделать. Возможно кому-то понравится, кто-то захочет поставить рекорд. Неплохой жанр можно сделать из всего этого. Обманывать никого не собираюсь, ничего не выкидывал, оставлял все как есть. Брал только зачетных и думаю, так и нужно делать. Незачетные стоят супер малой, в сухом остатке практически незаметны для фарма. Лишние 10-20 единиц валюты, ну смех. Новичкам возможно сыграет на руку при переходе по локациям, но все равно это смех, карму только себе портить. Субтитры сделал DimaTorzok Первый день выдался не особо прибыльным, благо кафе помогло. Наверное, будет нечестно считать деньги из кафе, не всегда можно нарваться на такое. Но по итогу у меня все равно выйдет больше тысячи, так что ничего страшного. На второй день я зашел в игру слишком поздно, на водоеме был вечер, но даже вечерний клев оказался не очень удовлетворительным. Третий день оказался уже более насыщенным, показывать озерку по килу уже не стану, под конец дня вообще сюрприз подготовила для меня карта. Субтитры сделал DimaTorzok Итоги третьего дня выглядят солидно, если бы еще первые два дня были такими. Натикало уже в сумме 642 серебряника, 51 хвост мне принес такие деньги. Осталось совсем немножко, поехали в четвертый игровой день. Субтитры сделал DimaTorzok Особенно радужки. Про раздачу трофеев ее нигде не видел, но не просто же так она сама запрыгивает в лодку. Завершен четвертый день, который оказался по заработку еще лучше, чем предыдущий. В сумме получается 1063 серебра, 81 хвост мне пришлось поймать для этого. Бесспорно, с первыми двумя днями не повезло, по-хорошему за 3 или же 2 дня в легкую можно было бы управиться. Когда-нибудь нужно будет перебить это достижение. Вот так я поднял свою тысячу. Это не предел, конечно. Если делаешь тысячу в сутки, обязательно пиши мне, рассмотрим твой рекорд. Таким буду заниматься периодически. На очереди архипелаг и волхов. Поставь еще, пожалуйста, лайк, если досмотрел до этого момента, подписывайся, записал еще небольшой бонус и пока, услышимся.